Согласно положению об аккредитации, редакция средств массовой информации могут представить заявление на аккредитацию своих журналистов в пределах следующих квот. Периодическое печатное издание. Один журналист, один фотокорреспондент. Телевидение. Один журналист, один оператор. Радио. Один журналист. Электронное и периодическое печатное издание. Интернет-издание. Один журналист. Заявка на аккредитацию, поданная Обществом с ограниченной ответственностью Информационное агентство «Запад-24», не соответствует пункту 6.1 положения об аккредитации журналистов. В нарушении установленных квот заявка подана на двух журналистов, а они вправе подать заявку на одного журналиста. Иные же заявки и приложенные документы соответствуют нашему положению об аккредитации и предлагаю вам рассмотреть поданные заявки. Обращение. Согласно решению Ачинского городского совета депутатов, утверждено положение об аккредитации журналистов при органах местного самоуправления города Ачинска. Информационное агентство «Запад-24» предложено пройти данную аккредитацию на 2021 год. В связи с тем, что корреспондентский пункт информационного агентства на территории города Ачинск бесперебойно работает уже 9 лет и освещает деятельность всех органов власти, нами данное предложение было принято. По Ачинской редакции на постоянной основе работают два корреспондента, которые имеют равные права и идентичные обязанности, занимаются сбором и публикацией различных материалов, в том числе и об органах власти Ачинска. Посещая различные городские мероприятия. В связи с этим руководством агентством принято решение о подаче необходимых документов на двоих сотрудников для получения аккредитации, что позволит работникам быть в периодических отпусках и редакции выполнять другие трудовые обязанности с соблюдением гарантии перед работниками, при этом без перерывов в освещении деятельности органов власти. Корреспонденты должны быть взаимозаменяемы. Обращает внимание на пункт 6 нашего положения редакция, где указано определенное количество квот. И для всех других видов СМИ оно превышает больше, чем один журналист. Я буду сокращать. Здесь же они считают, что это ограничивает их, значит, журналистов в доступе к информации. Информационное агентство является средством массовой информации с формой периодического распространения информационного агентства с территории. Анна Викторовна, на самом деле суть понятна? Да, если что-то по существу еще есть по доводу. А есть предложение, а может, допустим, не угодить людей по фамилиям, а именно сами СМИ. Просто прописать вопрос, а я не собрали. У нас есть определенное постановление и выдается определенный пропуск, где указывается СМИ и фамилия, имя, отчество. Все-таки, когда вы... Люди же увольняются, уходят. Я понимаю, там очень быстрый порядок выдачи изменений. В течение суток буквально, если что-то происходит с журналистом, поступает информация в правовой отдел, и все меняется. Все очень достаточно мобильны. Я вам объясню, зачем делается аккредитация. Потому что все на данный момент журналисты к вам подходят, берут интервью, берут какую-то с вас информацию, потом предоставляют собственные СМИ. Мне вам не кажется, что вы как сам, как депутат, как человек ответственный, должны видеть хотя бы имя, фамилию того журналиста, кто пишет о вас. Чтобы эту информацию вы потом могли проверить. Это и есть аккредитация бейджа. У человека будет бейджа. То есть мы идем сейчас в нарушение закона и по отношению к остальным СМИ. Если бы Первый канал там везде аккредитовал по фамилиям, у них бы не хватило людей. Вообще, давайте посмотрим пресс-конференции. На каждом аккредитованном человеке своя имя, фамилия стоит. Пожалуйста, Первый канал. У нас есть постановление, как положение, которое вы же и принимали. Мы же можем внести изменения. Вот тогда сначала давайте внесем изменения, а потом удовлетворим ходатайство СМИ. В настоящее время наше положение предполагает аккредитацию именно журналиста. Не средства массовой информации, а журналиста. И давайте я закончу итоговое обращение к почту уже от Запада-24. В связи с этим просим вас рассмотреть нашу заявку и рекомендовать главе города Ачинска принять решение об аккредитации корреспондентов информационного агентства Запада-24. Анна Викторовна, скажите, а вот на основании того, что аккредитован один журналист, а пришел на какое-то мероприятие другой журналист, орган власти может ему отказать в участии? Если это открытое мероприятие, то нет, конечно. Есть федеральный закон о средствах массовой информации, который предполагает, что тем более мероприятия органов местного самоуправления, они носят открытый характер. А по аккредитационным там даже есть постановление, что в течение одного дня, если у нас сегодня проходит, то вчера можно было обратиться и аккредитовать любого журналиста, получить свободный доступ. А вообще, почему мы к прерогативе городского совета отнесли вопрос аккредитации этих журналистов? Разве не может отдел информационной политики? Потому что по своей сути любая аккредитация незаконна, в соответствии с законом АСМИ. Аккредитация – это какой-то льготный режим действия журналистам, когда их заранее уведомляют, сообщают им материалы, чаем, кофе попить, рассесть. Вот так, я так понимаю, это норматив, который не ограничивает, который мы пытаемся еще сегодня здесь проголосовать. Не ограничивает, он предоставляет дополнительные права. На самом деле, наше положение, оно соответствует полностью законодательству, не противоречит ему. Мы вправе рассмотреть вопрос об аккредитации. И это не в полномочиях городского совета, как вы заметили. Это всего лишь передано на предварительное рассмотрение постоянной комиссии. На рассмотрение городского совета этот вопрос не... А права, какими будут наделены, аккредитованные журналисты, можно понять, что мы для них будем иметь? Аккредитованный журналист, он имеет право быть дополнительно... Сейчас я вам положение... Аккредитованный журналист, он имеет право дополнительно быть извещенным о проведении какого-либо мероприятия. Он имеет право в случае его желания, например, пресс-подход, чтобы был для него организован какому-либо должностному лицу. То есть вот такие дополнительные просто... дополнительные предоставления информации. Это не льготный режим такой, который вот... Образно можно и так сказать. Но он при этом несет и ответственности. Журналист должен отвечать за информацию, которую потом подают в средства массовой информации. Не всегда журналисты, подающие информацию, все-таки отвечают за правдивость. Иногда это на уровне слухов. В связи с данной ситуацией, так как заявка на аккредитацию от общества с ограниченной ответственностью информационной агентства «Запад-24» была подана в нарушение установленных ход, то есть на двух журналистов, и по предложению юрораздела данным СМИ не был выбран конкретно, кто будет представлять. Я предлагаю определить, кого из заявленных кандидатур мы представим на аккредитацию. На данный момент я сейчас произношу фамилию журналистов. И мы с вами голосуем, кого мы аккредитуем. Я вам скажу, что первая фамилия Митрюхин, мы можем проголосовать. Скажу, что вторая фамилия такая, и мы голосуем как... Митрухина. Извините. Митрухина Оксана Тажировна. Извините, пожалуйста, здесь у нас немножко. Митрухина Оксановна. Давайте все-таки проголосуем. Первая. Митрухина Оксана Тажировна. За 8 воздержалась 2. Вторая фамилия Покурдинова, Ольга Рашидовна. Юрий Рецепт. 2 за. За. Против. 3 против. Наш выбор Митрухина Оксана Тажировна. Значит, по результатам голосования большинства голосов от присутствующих на комиссии депутатов от информационного агентства Запад-24 будет представлена как аккредитация Митрухина Оксана Тажировна.